Добрый день, уважаемые коллеги! Я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя, прежде чем скажу еще несколько слов. Это доктор Владимир Зеев-Ханин. И вот, смотрите, среди массы регалий я бы отметил несколько. В настоящий момент главный ученый, вот такая есть должность, руководитель ведомственной науки и советник Министерства по научной работе Министерства Алии интеграции Израиля, и профессор Университета Ариэль, политолог. Еще раз аплодисменты. Для нас же важно, знаете, что особо важно еще для тех, кто занимается журналистикой, планирует заниматься политической журналистикой, международной журналистикой, то, что Зеев-Ханин является политическим обозревателем и комментатором на таких известных на Ближнем Востоке, в мире, в Израиле, соответственно, радиостанция «Голос Израиля», «Радио Свободы» и 9-го телеканала «Израиля», это один из самых популярных, если не самый популярный, по-моему, русскоязычный телевизионный канал в Израиле, имеющий всю аудиторию страны фактически. Еще раз аплодисменты, теперь же, как коллеги. От себя добавлю буквально несколько слов, прежде чем передам вам правление. Проблема Ближнего Востока. Ближнего Востока, взгляд из Иерусалима на то, как эти проблемы сегодня развиваются, решаются или не решаются в эпоху Трампа. Почему Трампа? Почему это целая новая эпоха? Это расскажете вы, этим поделитесь вы. А то, что проблемы Ближнего Востока сегодня ключевые, я думаю, никому рассказывать не надо, вплоть до того, что мы в крайностях живем. От страха того, что вообще Третья мировая начнется где-нибудь на Ближнем Востоке, если там что-то неаккуратное сделать, до просто ежедневных, уже рутинных сводок новостей о том, что именно там решаются очень многие политические конфликты, очень многие политические проблемы, которые на самом деле иногда с Ближним Востоком и не связаны. Просто там пытаются этот узел разрешить, используя те противоречия, которые существуют именно на Ближнем Востоке. И взгляд из Иерусалима, крупнейшей и самой влиятельной страны, там, наверное, Турция, Израиль, ну и вот сейчас Россия и США еще играют свою роль. Вот взгляд из Иерусалима в данном случае является одним из ключевых. Что же мы будем иметь в том, что называется мир, спокойствие и благоденствие? И вам слово. Спасибо. Благодарю вас. Добрый день, дамы и господа. Да, действительно, перечислены все мои регалии. Это одна из проблем. Обычно, когда мы говорим, что нужно разделять рыбу и их теолога, то есть политолога и политика, и политического журналиста, то есть они, в общем-то, занимаются более-менее одним делом, но только ставят разные знаки препинания. Политолог — знак вопроса, журналист — восклицательный знак, а политик — многоточие. Или наоборот. Так вот, в принципе, при всем при том, что я призывал всегда себя, и призываю вас, будучи журналистом, не работать как политик, а будучи политиком, не давать по возможности советов главнокомандующему, хотя в израильской армии просить солдат об этом бесполезно. Но, тем не менее, когда ты вот так соединяешь все функции, с одной стороны, я работаю на правительство, руковожу ведомственной наукой в министерстве, которое занимается таким мелким вопросом, как интеграция репатриантов, то есть решает, по сути дела, определяет, как израильское общество будет выглядеть через 10, 15, 20, 30, 50 лет, а с другой стороны, пытаюсь каким-то образом все эти наработки довести до своих студентов, а потом вечером, или там рано утром, или в какие-то другие дни попробовать все это изложить на тех или иных медийных платформах. Как бы то ни было, наверняка в этом есть какие-то противоречия, но с другой стороны, это и дает определенные преимущества. Так вот, собственно говоря, поставленный вопрос, почему в эпоху Трампа? Для того, чтобы понять, что на Ближнем Востоке наступают совсем другие времена, а может быть все продолжается, дальше будет то, что было раньше, и только изменятся акценты или какие-то слова, как мы это неоднократно уже с вами, дамы и господа, так сказать, видели, причем не только в действительности, я абсолютно согласен, взрывоопасном Ближневосточном регионе, но и в любом другом регионе мира. Или же, собственно, мы можем говорить о том, что действительно произошла не просто смена акцентов, а радикально изменилась концепция и соотношение сил. Вот в том самом нашем взрывоопасном регионе, где Иерусалим, понятно, является довольно влиятельным центром сил. Ну, может быть, начнем с того, что собой представляет Израиль, матрешкой, так сказать, кругами. Начнем Иерусалим, Израиль, Ближний Восток, ну и, или точнее, та часть Ближнего Востока, которая традиционно называется зоной арабо-израильского конфликта, а затем, собственно, Ближний Восток и Большой Ближний Восток. От Магриба, от Северной Африки и заканчивая Пакистаном, Ираном и Пакистаном, Афганистаном, на востоке этого самого региона. Ну, может быть, начнем с некой констатации факта, о том, что к нашему большому счастью, к нашему большому счастью израильтян, последний, так сказать, масштабный кризис, который мы наблюдаем с началом арабской весны, которая началась в январе 2010 года, как вы помните, это вот то самое, то, что назвали арабской весной, надеясь на то, что ветер перемен принесет в арабский мир, арабо-исламский мир, принесет демократию, либерализм, а вместе с ними и спокойствие, процветание, устойчивость и так далее и тому подобное, через некоторое время стало понятно, что этот ветер перемен нас разочаровывает, и арабская весна без перехода в лето и осень сразу перешла в ультрарадикальную зиму. И, в общем, как вы теперь понимаете, на Ближнем Востоке идет война всех против всех. Шиитов с суннитами, Ирана с, скажем так, с теми странами, которые позиционируют себя в качестве региональных лидеров, Саудовская Аравия, Египет, Турция. Внутри каждой из этих стран идет конфликт религиозных, клановых, этнических, национальных, общинных и прочих интересов. И были времена, собственно, эти времена были не так давно, и продолжалось это уже почти сто лет, когда снятие этих конфликтов происходило довольно легко. Нужно было вспомнить, что на Ближнем Востоке есть, как они это называли, сионистское образование. Есть еврейское государство, по поводу которого разногласий не было. Враг номер один, и поэтому необходимостью поддержания конфликта с ними, с этим самым еврейским государством, которое с точки зрения и радикальных исламских лидеров, исламистских лидеров, конечно, не исламских, а исламистских, то есть политического ислама, и радикального национализма арабского, это был вот сатан, то есть главная сатана номер один, продукт европейского империализма, а отнюдь не результат реализации права еврейского народа в жизни в своем национальном государстве. И, в общем, конфликтом с Израилем можно было объяснить все, что угодно. От климатических изменений до нехватки питьевой воды, от плохого образования до некачественного здравоохранения, от неурожая до падения цен на нефть, в общем-то, наличие Израиля на Ближнем Востоке снимал вот эту вот самую внутреннюю напряженность. Ну и понятное дело, что краеугольным камнем этого конфликта был не просто арабо-израильский, а палестино-израильский конфликт. Палестинцев, если бы не было палестинских арабов, то эту проблему нужно было бы придумать, потому что, ну, какие реформы здравоохранения, если нужно вкладывать ресурсы в борьбу за национальное самоопределение палестинского народа, да, так сказать, подтяните пояса, господа. Ну так вот, стало быть, извините, если я слишком циничен, ну так, по крайней мере, это видится с нашей колокольни. Ну вот то, что мы происходим сегодня, последние, по крайней мере, вот уже 6-7-8 лет, мы вдруг оказались чужими на этом празднике жизни. Мы как Израиль. То есть на сегодняшний день Израиль не является субъектом конфликта. Да, понятно, вот эти вот волны того, что осталось от арабской весны, вот эти вот самые волны противоречий, конфликтов, которые происходят непосредственно за нашими границами, ну, достаточно вспомнить, там, посмотреть, что происходит в Сирии. Это то, что называется у нас next door, буквально вот за углом, да. И при этом, ну, скажем так, почти никакого влияния сирийский конфликт на положение Израиля не оказывает, если, естественно, не считать того обстоятельства, что в Сирии противодиборствующие блоки, с одной стороны, так называемый шиитский блок, да, который включает в себя, собственно, режим Асада, правых баасистов, алавитский режим, находящийся у власти и выживающий благодаря активной поддержке, с одной стороны, Ирана, и Хазбалы, шиитского южно-ливанского движения, спонсируемого и продвигаемого Ираном, с другой стороны, блок меньшинств, который находится в Сирии, в том числе, некоторая часть христиан, какая-то часть шиитов и так далее, плюс понятно, что существенную поддержку этому блоку не из большой любви, как мы догадываемся, но благодаря, исходя из своих геополитических и геостратегических интересов, оказывает и Россия, с другой стороны, суннитский блок, активно спонсируемый, скажем так, в котором первоначально появилось некое такое вот прозападное течение, зато оно, как и в большинстве арабских стран, где-то потерялось по дороге, реально этот блок состоит из группировок и течений исламистов разной степени жесткости, спонсируемых разными субъектами и группами интересов, от Катара и Саудовской Аравии, с другой стороны, от Турции, с одной стороны, от Турции, с другой стороны, какие-то группы, с которыми Запад решил, что он может иметь дело, как с умеренными представителями этих движений, суннитского блока, и его поддерживают американцы, европейцы и так далее и тому подобное. И вот во всей этой истории Израиль в стороне, и это для нас ситуация новая и удивительная. То есть, по сути дела, впервые к нам никто ничего не имеет, то есть никаких претензий. То есть время от времени возникают там некоторые слова о том, что то Асад, то его противники говорят, что на самом-то деле борьба с Асадом, или Асада борьба с радикальной исламистской оппозицией, это и есть борьба с мировым сионизмом, его конкретным представителем государства Израиль, но, в общем-то, по-моему, даже сами они уже сегодня не воспринимают это всерьез, подобного рода заявления. Единственный момент, который нас там когда конкретно касается, это был сюжет, связанный с использованием территории Сирии для транспортировки вооружений той же Хизбаллеи, другим террористическим структурам, которые с точки зрения официального Иерусалима меняют баланс сил на Ближнем Востоке, или, по крайней мере, той части Ближнего Востока региона, которые непосредственно примыкают к израильским границам, и это, в общем-то, мягко говоря, мало совместимо с интересами национальной безопасности Израиля, и это нужно пресечь. Пресечь, понятное дело, исключительно полагаясь только на свое решение, сегодня нельзя, да я думаю, на Ближнем Востоке это никогда не было возможно, и вот тут Израиль находит понимание в треугольнике Вашингтон-Москва-Иерусалим, где, в общем-то, в предыдущую эпоху, в эпоху Барака Обамы, была достигнута некая такая конфигурация взаимопониманий. Было достигнуто сначала взаимопонимание Иерусалим-Москва, как вы знаете, наш премьер многократно ездил к Владимиру Путину, по-моему, он на протяжении вот своих трех уже каденций последних, наш премьер-министр, он встречался с Путиным 12 или 14 раз, не ловите меня за язык, я, так сказать, могу ошибиться, но эти встречи были многократные, количество телефонных разговоров, диалогов, я вообще затрудняюсь оценить по этому поводу, в ходе этих переговоров, этих договоренностей, контактов, я имею в виду, были достигнуты какое-то количество пониманий. Эти понимания сводились, по сути дела, к трем основным пунктам. Первое, Израиль не заинтересован в открытии очередного фронта Ирана на сирийской части голландских высот, и Россия, следовательно, заинтересован, чтобы Россия как минимум не поддерживала эту тенденцию появления стражей исламской революции иранских, появлению Хизбаллы, появлению других групп и структур вот в, так сказать, на, как я уже говорил, сирийской части голландских высот и непосредственно примыкающим к границам Израиля. Вторым моментом, вторым пониманием или пожеланием Израиля было достижение понимания со стороны России действий Израиля, которые будут направлены на пресечение попыток транспортировать эти самые вооружения, иранские или российские, передаваемые, вопреки всем пониманиям и договоренностям, в руках Хизбаллы и других группировок такого рода. Каким способом это все пресекается, я думаю, мы все люди взрослые понимаем и догадываемся. В некоторых случаях Израиль признавал свою ответственность за нанесение ударов по этим самым караванам, складам, инфраструктуре, транспортировке этих самых вооружений, противотанковых, противовоздушных и так далее, и тому подобное. В некоторых случаях мы знаем, что это происходило из данных зарубежной прессы. Для журналистов, наверное, может быть интересно. Это такой очень израильский метод. В Израиле будете смеяться, но цензура есть. Хотя 99% израильтян об этом не догадываются. То есть в Израиле все секреты в газетах. Тем не менее, время от времени военная цензура просыпается и говорит, что вот эту информацию в открытый доступ пока давать нельзя. Пока мы решим и посоветуемся с пресс-секретарем армии обороны Израиля, со спецслужбами, с премьер-министром, с военно-политическим кабинетом. Пока они общаются на эту тему, эта информация появляется в New York Times, Washington Post, в германской прессе и так далее. Это уже перепечатали по всему миру. Ну и понятно, что израильские медиа говорят. По данным зарубежной прессы происходит вот так, то-то, то-то, то-то и то-то. ВВС Израиля нанесли удар по каравану с вооружениями, предназначенными Хизбалле. Там новые противокорабельные системы. То есть все с точностью до количества, качества и всего остального. Но опять-таки по данным зарубежной прессы. Так вот, по информации израильских СМИ и по данным этой самой зарубежной прессы, на протяжении последних трех лет такие удары наносились порядка 50 раз. То, что нам известно. Если к этому добавить то, что нам неизвестно, то мы поймем, что в одиночку просто самостоятельно принимать такое решение было невозможно. Наверняка Москва и Иерусалим в этом смысле нашли понимание. Ясно при этом, что субъектом, что российский контингент, находящийся в Сирии, субъектом этого конфликта не является. То есть ни один российский военнослужащий не пострадал в этом деле. И, в общем-то, российские средства ПВО, как мы понимаем, в этом задействовании не были. Достаточно просто посмотреть на такой индикатор, что Израиль очень сильно нервничал в связи с перспективами продажи, например, или поставок С-300, то есть противовоздушных комплексов российских Ирану и Сирии. И Израиль очень спокойно отнесся к решению поставить Сирии, например, С-400. То есть видно, что цели, которые будут ставиться перед этими средствами, поставляемыми и обслуживаемыми российскими военнослужащими, они не включают противодействие израильским интересам. Стало быть, в этом смысле существует определенная договоренность. Ну и третий момент, судя по всему, окей, мы можем предполагать. Так вот, судя по всему, и третий пункт просьбы, так сказать, Бенемина Натаниягу, Владимиру Путину, который включал в себя следующий пассаж. При любом послевоенном устройстве в Сирии интересы Израиля будут учтены. Интересом Израиля является снятие темы голландских высот, удаление его из переговорного процесса будущего. И судя по всему, по некоторым индикациям, в Москве на это были готовы, по крайней мере, когда этот вопрос обсуждался, готовы были пойти. В обмен, в общем-то, российское руководство заинтересовано в том, чтобы Израиль продолжал не быть субъектом сирийского конфликта. Затем подобного рода соглашения были дополнены пониманиями на векторе Иерусалим-Вашингтон, а затем и Иерусалим-Москва, это уже было под занавес второй каденции предыдущего президента США. И как бы так сказать, все, что нам осталось на сегодняшний день, это понять, в какой степени подобные понимания и договоренности они остаются релевантны сегодня в эпоху Трампа. Следующим моментом, который был характерен для предыдущей эпохи, то, что нам досталось в наследство от предыдущей каденции американского президента, это, ясное дело, последствия так называемой перезагрузки отношений. Если вы помните вот тот взрыв энтузиазма, который был в 2009 году после каирской речи Барака Обамы, когда он пришел в Белый дом с идеями осуществить так называемую перезагрузку отношений с одной стороны с арабо-исламским миром, а с другой стороны с Восточной Европой, прежде всего с Москвой, с Россией. Тогда президентом был, как вы помните, Дмитрий Медведев. Вот думали о том, что два молодых президента, президент Трамп, президент Медведев, вот они договорятся, они уберут все эти недоразумения, которые были в эпоху Буша. Все то, о чем говорил Владимир Путин в Мюнхене, о том, что вот на самом деле все джентльменские соглашения, которые были достигнуты между Горбачевым и Ельциным с западными странами, они в общем западом не соблюдаются, ну, по крайней мере, с точки зрения российского руководства. Да, и с точки зрения, скажем, германского руководства, это, наверное, тоже было так, но американцы, англичане, французы так не считали. Ну, отдельная тема, там была договоренность о том, что, скажем, страны бывшего Советского Союза, они отстаются в сфере влияния Москвы, кроме трех стран Прибалтики, которые входят в Евросоюз. И тут вот с точки зрения российского руководства, прямые нарушения этих договоренностей, да, НАТО в Грузии, в Центральной Азии и так далее, атака по Ираку, обещание учесть интересы российских корпораций, да, при послевоенном устройстве ситуации, там, в Ливии, в Ираке, они не соблюдаются или соблюдаются не в достаточной степени, как это представлялось по тем пониманиям, которые были достигнуты тогда. И вот, ну, собственно говоря, вот это вот накопился этот комплекс недоразумений между Россией и Западом, и предполагалось, что вот Обама, придя к власти, сумеет восстановить этот самый полноценный диалог, как он был в романтический период взаимоотношений между Россией и постсоветским пространством и странами Запада, и вот там что-то там, о чем-то такое вот договорится, да. А в Иерусалиме думали, что, ну, как вот только большие мальчики договорятся, то и все остальные, включая и наше маленькое, но гордое государство, которое одновременно мировая технологическая супердержава, ухватит свой кусочек счастья, да, сможет вот, наконец, не выбирать между папой и мамой, да, то есть страной, из которого происходят первые поколения отцов-основателей государства Израиля и нашим стратегическим партнером и основным союзником Соединенными Штатами. Как вы понимаете, я понятно выражаюсь или вот, окей. Так вот, стало быть, как вы понимаете, толку особого из всего этого не вышло и, возможно, может быть, в том числе и потому, что сама по себе концепция, с которой та демократическая администрация в первую каденцию Барака Обамы пришла к власти, она, возможно, не учла целого ряда обстоятельств. Сама по себе базовая идея, с которой они пришли в Белые Дом и в Госдеп, о том, что доктрина предыдущего президента Джорджа Буша, о том, что способ урегулирования проблемы есть распространение европейской или американской модели демократии на Ближний Восток. Что вот от этой идеи нужно отказаться, что нужно все-таки исходить из того, что у каждого народа есть своя политическая культура, своя цивилизационная традиция и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому такая вот модель, она более-менее не сработает. Сама по себе, скажем так, если она не стопроцентно верна, вот этот вот подход пересмотра этой идеи, то такая точка зрения там, несомненно, имела право на существование. И если Буш, его политику многие называли политикой ABC, anything but Clinton, все, что угодно, только не Клинтон. Вот как раз Обама, который пришел к власти, он проводил политику, что все, что угодно, только не Буш. А сегодня мы являемся свидетелями, все, что угодно, только не Обама. То есть Дональд Трамп, понятно, деконструирует политическое, прежде всего, внешнеполитическое наследие Барака Обамы, совершенно очевидно. Но в чем оно состояло? Идея Обамы была, базировалась в отношении Ближнего Востока, она базировалась на концепции, предложенной так называемым планом Бейкера Гамильтона. Была такая неформальная платформа демократической партии, с которой они пошли на выборы еще 10 лет назад, в 2006 году. 11 лет назад. И эта концепция была целиком усвоена командой Барака Обамы, это было видно по его советникам, больше половины из них были евреи, кстати сказать, которые занимались этим направлением. Понятно, вот такой левой либеральной ориентации, американские евреи с некоторым привлечением израильтян. Этот фланг, дамы и господа, у власти в Израиле не находится уже давно. Вот с того момента, как взорвалась эта вот интифада Алякса, то есть виток террористической войны начала 2000-х годов. Но идеи, которые они продвигали, они, в общем, остаются популярны в некоторых политических кругах мировых и в Соединенных Штатах, по крайней мере, демократической партии тоже. И поэтому у власти, так сказать, когда пришла команда Барака Обамы, вот эта вот идея их, они были более-менее приняты. Если коротко сформулировать, в чем заключалась эта самая идея, то это выглядит так. Соединенным Штатам нужно отказаться от концепции распространения западной модели демократии на Ближнем Востоке. Рационально, наверное. Второе. Отказавшись, что вместо? Нужно расширить круг игроков, с которыми можно иметь дело. В этот круг игроков нужно пустить умеренных исламистов, типа братьев-мусульман, типа, скажем так, несколько успокоившихся и нормализовавшихся лидеров группировок, таких как Хизбалла. Пусть они там когда-то были связаны с Аль-Каидой или кем-то еще. То есть, короче говоря, нужно пересмотреть точку зрения, которая полностью отсекает весь политический ислам от легального дискурса и сделать их частью то, что называется круга, клуба сил и групп и движений, которые должны участвовать в выработке новых правил игры, в партнерстве, в сотрудничестве и так далее. Понятно, что все это не может не произойти за счет традиционных союзников США, типа Египта, то, что называется, национальных государств Ближнего Востока, с которыми с большим трудом, так сказать, пытались выстроить. Это не могло произойти без того, чтобы в той или иной степени не ущемить интересы таких режимов, как я говорил, как Алжир, как Тунис, как Марокко, как Египет, и даже в каком-то смысле режимы стран Персидского залива, то, что называется, умеренные прозападные суннитские режимы, и, так сказать, отодвинув в сторону традиционную ориентацию на ханифетский ислам, пустить вот в этот клуб более радикальных исламистов, которые можно на этом этапе объявить умеренными. Когда господин Обама озвучил эту доктрину в Каире, все более-менее поняли, чем все это может закончиться. Закончилось ровно вот этим. Это закончилось крушением прозападных светских или умеренно исламских режимов и разгулом вот этой вот самой распадом устойчивых государств на то, из чего они были, в общем, сконструированы. Если мы вспомним с вами историческую ретроспективу, то мы с вами будем более-менее знать, что устойчивых национальных государств на Ближнем Востоке всегда было только четыре. Был Египет, был Израиль. И, в общем-то, на базе Египта и Израиля, вот этого древнеегипетской и древнееврейской цивилизации, в общем-то, и сформировались современные национальные государства. Плюс к этому можно добавить Иран и Турцию, которые, правда, сейчас мигрируют между самоопределением как национальные государства или империя. Они никак не могут решить, что они, государства персидской нации или вот они, персидская империя, или что-то там еще. Но, опять-таки, это все в рамках вот этого понимания, этого традиционного дискурса. А остальные страны, которые были построены по линеечку, эти границы после Первой мировой войны, Вторая столетняя война, которая закончилась, началась в 1914, а закончилась в 2014 году на наших глазах, то есть фактически, так сказать, распадом вот этих вот конструированных по Сайпсу-Пико государств, она, в общем, опять-таки, вы можете со мной не соглашаться, этот взгляд из Иерусалима, понимаете, да? Так вот, стало быть, последствием было то, что вот эти государства, наскоро свинченные после Первой мировой войны, а потом уточненными границами после Второй мировой войны, они просто стали распадаться на вот те составляющие, из которых они были вот тогда вот наскоро свинчены. Ну, смотрите, для, как вы знаете, для древнего региона, Ближнего Востока, такой, как Ближний Восток, сто лет — это вообще не срок, да? Подумаешь. Тысячелетняя цивилизация, да? Короче говоря, возвращаясь к нашим сюжетам, мы с вами увидели, что сама по себе изначально идея была такова, и это означало отказ Америки от применения силы, от роли мирового полицейского, да, чтобы иметь возможность ресурсы направить на решение внутренних проблем, остальные проблемы передать в аутсорсинг, как мы теперь говорим, то есть своим субподрядчикам, да, в том числе ближневосточным субподрядчикам. На роли этих ближневосточных субподрядчиков годился с точки зрения Обамы, понятно, новый субъект, эти вот умеренные исламисты, с которыми можно договориться. Далее, какая-то роль оставалась на долю прозападным умеренным сунницким режимам, никто не предполагал, что они развалятся, многие из них так быстро. Ну и понятно, что в этот клуб нужно, что в эту категорию нужно включить и Иран. С Ираном нужно тоже договориться, с точки зрения Обамы договориться с Ираном, можно легитимизировав его ядерную программу, да, то есть согласиться с тем, что Иран становится страной, находящейся на пороге обладания ядерным оружием. Это некая данность. Мы много раз с нашими коллегами американскими беседовали, в том числе и с точку зрения, которая господствовала в кругах, близких к прежнему президенту США, не скрывал его политические назначения с господин Шапира, посол Соединенных Штатов в Израиле. И вот эту точку зрения не скрывали во всех американских think tanks, то есть в исследовательских центрах, которые были близки к администрации, с которыми нам приходилось общаться, как-то вот американское посольство устроило мне безумно интересную, безумно интересный турне, да. Я поехал в Вашингтон, мне дали возможность поговорить практически со всеми ближневосточниками вот в этих вот больших центрах, да, от Heritage Foundation до Washington Near East Policy Institute и так далее, да, и выслушать эту точку зрения. Вот господствующая, доминирующая точка зрения, она была более-менее такова. Ирану нужно дать возможность развивать ядерные технологии, но при этом сделать предложение, от которых Тегеран не сможет отказаться, с тем, чтобы перейти вот эту вот границу от ядерных технологий к обладаниям ядерным оружием, иранцам было невыгодно, да. И, следовательно, так сказать, вот он должен, тем самым, сделать его партнером по поддержанию вот этого самого мира и стабильности на Ближнем Востоке. Что до Израиля? Израилю было сделано предложение, от которого тоже нельзя, по идее, отказаться, да. Предложение это выглядело таким образом. Ты наш самый важный еврейское государство, да, ты наш самый важный, самый ценный союзник на Ближнем Востоке. У американского народа, не только у государства, есть commitment, то, что называется, то есть обязательство перед государством Израиль, да. Израиль является частью американской системы ценностей, да. Вот это вот твердое, рациональное ядро американского общества протестантское, да, которое выросло на идее, причем как белые, так и афроамериканцы, да. Извините, сказал паритнекорректное слово, белых больше нет. Есть Caucasian Race, да, как кавказская раса, так и афроамериканская. Так вот, стало быть, в принципе, вот на этой вот самой надухе ядра протестантской культуры, они воспитаны на том, что возвращение евреев на историческую родину, есть реализация заветов пророков, да, и вот это вот и есть перспектива второго пришествия, да. Короче говоря, вот этот вот самый Новый Иерусалим, сверхающий город, который построили отцы-основатели американской нации, вот он получил вот это вот самое подкрепление, когда евреи стали возрождать свое государство. Короче, вот тут то, что называется, база для ценностной системы союза между Соединенными Штатами и Израилем. Так вот, стало быть, вот ты наш дорогой, самый ценный такой и так далее союзник, первый, который получил статус союзника США вне НАТО, есть такая система, да, есть союзники по НАТО, а есть там 13 государств, которые являются союзниками США вне НАТО, да. Так вот, Израиль возглавляет список, он первый получил этот самый статус. Так вот, стало быть, и поэтому, а дальше следует, внимание, вопрос, приз в студию, да. А вот поэтому Израиль должен, получая всеобъемлющую военную, политическую, финансовую, технологическую поддержку, есть такое мнение, да, есть такое мнение, что американцы нас содержат. По секрету, я вам скажу, что американцы по воскресеньям подают на паперти благотворительность, да, а в отношениях между Израилем и США нет ни грана благотворительности. На каждый цент они получают полновесный доллар. Это взаимовыгодное партнерство уже давно. Ну, это так, вычеркните из протокола. Так вот, стало быть, возвращаясь к нашему сюжету, коль скоро существует некая модель ценностного взаимопонимания, Израиль должен своими интересами оплатить новое прочтение американских интересов на Ближнем Востоке. То есть это должно выглядеть так. Израиль должен пойти на радикальные уступки палестинским арабам, в том числе и в вопросах, которые с точки зрения Израиля, по крайней мере, официального Иерусалима, той части израильского военно-политического истеблишмента, который на протяжении вот уже больше там почти полтора десятилетий находится у нас у власти. Так вот, стало быть, Израиль должен пойти на радикальные уступки требованиям армалы, палестинских арабов, и тем самым, как сказать, удовлетворить, так сказать, стимулировать, вот правильное слово, русское. Впрочем, это тоже не по-русски, но ладно. Так вот, стало быть, стимулировать тем самым вот эти вот самые, с одной стороны, умеренные сунницкие режимы, а с другой стороны, Иран, на что тоже должен согласиться Израиль, на его вхождение в ядерный клуб, против чего Израиль отказывается, но нужно убедить Иерусалим, да, они должны будут, благодаря вот этим вот уступкам, благодаря тому, что с повестки дня снимается палестинская тема, ставшая для них уже контрпродуктивной, да, вот благодаря этому они должны запомнить тот вакуум, который образуется после того, как Соединенные Штаты выведут свои войска, и это снизит уровень присутствия на Ближнем Востоке, в Ираке, в Афганистане, вокруг Сирии, и так далее, и тому подобное. И наступила тогда благодать, и некого будет пинать и бодать. Вот, тут вокруг Мишки собрались одетки, и каждому Мишка дает по конфетке, да, до Мишки оказалось далеко, и, в общем-то, как вы понимаете, дамы и господа, гладко было на бумаге, как всегда забыли про овраги, ну, там дальше, так сказать, все-то считалочки и сказочки, которые вам рассказывали в детстве. В итоге получилось, так сказать, вот те самые добрые намерения, которыми выслана дорога, сами знаете куда, и, так сказать, все эти пункты, они более-менее провалились один за другим. Понятно, что, если вы послушаете бывшего президента Соединенных Штатов, который предполагает сейчас, насколько нам известно, открыть центр своего имени и продолжать заниматься большой глобальной политикой, так сказать, позиционируя себя как альтернативный центр силы и в США, и как представитель той части американского общества, которому есть что сказать человечеству, да, то есть играть на уровне больших крупных международных организаций, да, этих вот глобальных политических отношений. Так вот, с точки зрения представителей его команды, которых мы слышим, они не готовы стопроцентную ответственность за то, что эта идея, план Байкера Гамильтона провалился, возлагать на Израиль, но считают, что неуступчивость израильского руководства во многом является причиной того, что это вот в данном случае не произошло. С точки зрения, скажем так, представителей этой команды, то, что Натани Ягу, его тогдашний министр иностранных дел, а нынешний министр обороны Авикдор Либерман, тогдашний министр обороны Мошек Буге Яолон и так далее, вся вот эта вот команда, которая, так сказать, пришла к власти в 2009 году и более-менее до сегодняшнего дня продолжает там пребывать, с некоторыми персональными изменениями, вот потому что они уперлись и заявили о том, что вот Израиль не готов на вот это, вот это, вот это, вот это. Прежде всего, не готов на вход Ирана в ядерный клуб и не готов на кардинальные уступки на палестинском треке, не потому что мы там, не дай бог, против права нации на самоопределение и не хотели бы решить палестинскую проблему, но просто не считаем, что та модель, которая предлагает решить эту проблему из Вашингтона, и понятно, что эту же идею поддержали и в Брюсселе, поддержали и в ООН, и поддержали в Москве, между прочим. Так вот, стало быть, в Иерусалиме не считали, что вот эта вот самая предлагаемая модель, она, во-первых, совместима с интересами национальной безопасности Израиля, а во-вторых, не считали, что она вообще решит эту самую проблему. Кроме того, что взамен? Взамен предлагались гарантии безопасности, то есть вы уйдите к зеленой черте, то есть откажитесь от забора безопасности, от поселений, которые прикрывают внутренние районы Израиля, откажитесь от идеи защищаемых границ и снимите свои возражения против ядерной программы Ирана, а мы вам гарантируем, что в случае чего, все будет классно, вы же понимаете, мы же это Америка, да? В Иерусалиме решили на эти гарантии не полагаться, хотя взвешивали эту идею до 2013 года, когда в 2013 году случилось, как вы знаете, то, что случилось. В Сирии режим Асада использовал, как принято считать, что они отрицают, тогда масштабно использовал химические вооружения, скажем так, второе после применения с Саддамом Хусейном масштабное использование химических вооружений против своих политических противников, понятно, там пострадало гражданское население. В Дамаске то, что это они отрицали, но, так сказать, в данном случае не мне вам рассказывать, особенно господа журналисты прекрасно знают, что иногда виртуальная реальность, она не менее реальная, чем физическая, да? Так вот, сформировалось некое мнение, и как вы помните тогда, Обама должен был сделать то, что пообещал, потому что были даны гарантии. Если будет применено оружие массового поражения, то, соответственно, американцы вмешаются в сирийский кризис. И мы увидим то, что называется «boots on the ground», увидим, как ботинки американских солдат, так сказать, касаются сирийской земли. Как вы знаете, Вашингтон в тот момент пошел на договоренность с Москвой, и результатом этой договоренности стало соглашение о присоединении Дамаска к договору о нераспространении химических вооружений. И, в общем-то, Обама тогда записал в актив своей каденции то, что не выпустив ни одной пули и ни одного снаряда, ни одной ракеты, он сумел добиться большего, чем мог бы добиться в результате любых силовых действий. То есть была договоренность, что Дамаск отказывается от своих неконвенциональных вооружений, они передаются под контроль международных агентств и там уничтожаются. Критиков у этого соглашения было много и тогда. В частности, тот факт, что на самом деле не все вооружения переданы и могут быть использованы. И вот по мнению американской стороны, вот это вот как-то ровно то, что было использовано некоторое время назад. Что понятно, в Дамаске, как и в Москве, отрицают. В Вашингтоне на этом настаивают. В Иерусалиме склоняются к американской точке зрения. А в европейских столицах и во многих других столицах НАТО, как и, да, как сказать, суннитские монархи эту идею поддерживают, что да, это как раз Асад. Но в других странах есть такое интересное мнение. Мы не знаем, применил ли Асад эти вооружения или нет, но то, что у него нет моральных ограничений применить, если будет подходящая ситуация, это как бы да. Ну, вот как хотите, такой вывод из этого делайте. Это не столько к журналистам, сколько к господам будущим дипломатам. Вот такая, знаете, правильный ответ на вопрос. Короче говоря, возвращаясь к нашим сюжетам, мы с вами видим, что в Иерусалиме из всей этой истории сделали один простой вывод. В случае чего, какие бы ни были гарантии, полагаться придется только на себя. Поэтому в конечном итоге этим и объясняется вот это вот самое мощное противостояние между Иерусалимом и Вашингтоном на протяжении всех восьми лет к аденции Барака Обамы. В конечном итоге уже под самый занавес второй его каденции предыдущей администрации произошло примирение. Понятно, что все это происходило на фоне далеко не самых теплых отношений между двумя лидерами, между премьер-министром Израиля и президентом Соединенных Штатов. Вы можете задать вопрос, ну, окей, совсем высоким уважением к вашей маленькой, но гордой стране, и ближневосточной супердержавы. Израиль — это одна из многих стран мира, где Америка, где Израиль. Почему вот американцы должны вот так, так трепетно, американский президент должен относиться к израильскому лидеру? Причин как бы вот две. Причина, во-первых, что для американцев Израиля — это не просто еще одна какая-то зарубежная страна, а часть некой системы ценностей американского общества. И вторая причина — Израиль, ровно то, что вы сказали, дорогой коллега, находится на хитросплетении мировых интересов в той части мира, которая называется Ближний Восток, и где без Израиля ничего не решается. Так уж получилось со времен возникновения восточного вопроса с конца XVIII века. Любая мировая держава для того, чтобы иметь статус супердержавы, должна присутствовать на Ближнем Востоке. Так или иначе это происходит. На эту тему рассказывают замечательный анекдот о том, что вот о визите Папы Римского сначала в Вашингтон, потом в Иерусалим. Ему выяснилось, что он там мог поговорить по телефону со Всевышним, со всем высоким уважением. И вот в Вашингтоне это стоило там несколько десятков тысяч долларов в минуту, а в Иерусалиме там порядка пяти центов в минуту. А когда он удивился, ему сказали, ну не сравнивайте, здесь это местный звонок. Так вот, стало быть, возвращаясь к нашему сюжету, мы видим, что, так сказать, и президент США, и премьер-министр Израиля, они пытались, так сказать, каким-то образом найти взаимопонимание на протяжении всех последних восьми лет, но это взаимопонимание было, как-то сказать, не очень состоялось, не потому что у них личные отношения были не самыми блестящими, хотя надо полагать, что они, мягко говоря, друг друга недолюбливали, публично говоря, обратное. Ну, прежде всего, что здесь было довольно серьезное идеологическое размежевание, это было видно в 2015 году, когда перед самыми выборами в Израиле, в феврале 2015 года Натаньягу, вопреки настоятельным рекомендациям администрации президента США, принял предложение Конгресса выступить в третий раз, так сказать, три раза перед американским Конгрессом из зарубежных лидеров, выступал только Черчилль, да, больше никто. И вот Натаньягу. Так вот, стало быть, все-таки вопреки, так сказать, этим настоятельным рекомендациям, он туда прибыл, у Обама не нашлось времени с ним встретиться, у него нашлись какие-то срочные дела, он вообще уехал из Вашингтона. Если, так сказать, вы видели эти кадры, мы, конечно, следили в прямом эфире за вот этой вот историей, когда наш премьер-министр входит в зал заседаний обе палаты Конгресса, бурные аплодисменты, он пожимает руку там всем и так далее, его похлопывает по плечу, он кого-то там похлопывает по плечу, ты понимаешь, что этот парень, который учился в США, воспитывался в США, да, вот, говорит на бостонском английском, так сказать, таком, с абсолютно вот, вот, с гарвардским прононсом, с, ты понимаешь, то, что понимают они, эти сенаторы и конгрессмены, которые сидят в зале, да, что он легко мог быть одним из них, то есть, если бы он после учебы в Оксфорде и карьеры в бизнес-сфере, да, в Гарварде, извините, и карьере в бизнес-сфере, да, не вернулся бы в Израиль и не стал бы заместителем министра иностранных, послом в ООН, потом заместителем министра иностранных дел, да, вот, он легко мог бы быть сенатором, там, условно говоря, штата Иллинойс, легко, да, и быть тогда вот частью вот этой вот самой команды. Как вы прекрасно понимаете, вот такая вот история, она не добавляла теплоты личных отношений, и, так сказать, под самый занавес каденции своей, второй, Барак Обама громко хлопнул дверью, да, дал указание своему представителю в ООН не витировать резолюцию, по, которая осуждает еврейское строительство в Иудее и Самарии, да, за зеленой чертой. Ну, короче говоря, на этом теплые дружеские отношения между двумя лидерами завершились в предыдущую каденцию, и, по идее, осталось нам в наследии два понимания. Первое понимание – израильское руководство подняло руки в иранском вопросе, пришло к выводу, что, в общем, по большому счету, помешать заключению договора 5 плюс 1 с Ираном и не допустить появления, превращения Иран в страну, находящуюся на пороге обладания ядерным оружием, невозможно. С другой стороны, американцы снимают свои иррационально завышенные требования к Израилю отношений уступок на палестинском треке. Вот с этим, так сказать, вот, казалось бы, две стороны договорились, да, потом выяснилось, что отношения испортились настолько, что, так сказать, вот под занавес произошло вот это вот хлопание дверью с побиванием горшков, и вот в этот момент к власти приходит Дональд Трамп. Дональд Трамп, как я уже говорил вам, дамы и господа, у него была идея о том, что теперь все должно быть по-другому. Вот вообще все. Вот как бы все от слова вообще. И начать нужно, понятное дело, с радикального изменения экономической политики, прекратить нежелательную миграцию, усилить желаемую миграцию, вернуть в Америку бизнесы, отказаться от Обама Кэр, то есть этой вот реформы здравоохранения. Кстати говоря, копипейст, тотально скопированный с реформы здравоохранения, которая произошла, которая была сделана в Израиле в 95-м году, благодаря Хайму Рамону, который нам аукивается и откликается все последующие 20 лет. Я не буду передавать, что израильтяне думают по этому поводу, но как бы там ни было, но опять-таки тогда все это было чрезвычайно маневестивно, это было главное его социальное достижение прежней администрации, как вы понимаете. Там построить забор на границе с Мексикой, выйти из международных союзов, которые с точки зрения нынешней администрации, экономических союзов, которые на самом деле оттягивают капиталы, рабочие места и ресурсы, и Соединенных Штатов там почти ничего не давая взамен и так далее, и так далее, и так далее. Ну а в сфере внешней политики, понятное дело, все вернуть на круги свое. А именно отказаться от союза с умеренными исламистами, пересмотреть соглашение с Ираном, перестать давить на Израиль, понимая, что это не только бесполезно, но и контрпродуктивно, и попытаться восстановить союз с умеренными прозападными сунницкими режимами. Как вы видите, в последние недели, три последние месяца, два-три месяца, произошло, более-менее последовательно произошло. То есть надо сказать, что оба американских лидера последних, они даже не политики на самом деле, потому что они и Обама, и, как теперь видно, Трамп, они четко выполняют все, что обещали. Если вы посмотрите на обещания Обамы перед его избирательной кампанией, обещания Трампа, они последовательно, настойчиво, некоторые утверждают, что это можно приветствовать, а некоторые говорят с настойчивостью, достойной лучшего применения, это вопрос вкуса и точки зрения. Так вот, стало быть, они выполняют более-менее то, что обещали. Я понимаю, что не сворачиваться надо уже, да? Просто у нас остается где-то 20 минут. Окей. Я думаю, есть вопросы, чтобы мы не успели, да? Да, я попробую тогда завершить, так сказать, свои дозволенные речи и попробовать, так сказать, суммировать, да, что, собственно говоря, произошло. Итак, какие индикаторы мы видим, касающиеся, так сказать, изменения ситуации на почве, как мы говорим, да, на местах? Ну, первое, впервые за много-много, прежде всего, начнем с того, что есть ориентация на традиционных союзников, первой в очереди, понятно, был Израиль, затем Египет, потом Иордания, Саудиты и так далее, то есть, в общем, сейчас какие-то из телодвижения в отношении Турции, ну, как сказать, в Анкаре они себя ведут амбивалентно, не только с точки зрения Москвы, но и с точки зрения Вашингтона тоже, так-то там не очень понятно, что происходит, это более-менее первый момент, и понятно отказаться от партнерства с исламистскими движениями, от которого, в общем, отказался еще и его предшественник. Второй момент — это не отменить соглашение 5 плюс 1 с Тегераном, это невозможно с точки зрения Обамы, то есть ядерное соглашение, но вести себя в соответствии с доктриной, которая была обозначена «Hey guys, you are in my list». Ребята, не забывайте, я за вами слежу. И после операции возмездия в Сирии, как бы, так сказать, на Ближнем Востоке, с точки зрения Вашингтона, должно быть понятно, что это не просто слова. И следующий момент — это, понятное дело, отказ от идеи, что кто-то выполнит за американцев их работу. То есть понятно, что кто-то выполнит, но в рамках новой конфигурации альянсов и блоков и союзов, где, понятно, и старым союзникам, и новым союзникам, и, понятно, Израилю не только будет место, то есть они совершенно не будут, понятное дело, чужими на этом празднике жизни с учетом их, ясное дело, интересов. Что касается израильского трека, так сказать, американской политики, то тут совершенно очевидно два обстоятельства, и на этом я заканчиваю. Первое. Платформа республиканской партии исключила нарратив оккупации. С точки зрения нынешней американской администрации, Израиль, оккупированных палестинских территорий нет, есть спорные территории. Причем с точки зрения международного права, в интерпретации нынешней Вашингтона, можно дискутировать о том, чей суверенитет может быть в Восточном Иерусалиме, за зеленой чертой, между рекой и морем. Но право евреев жить и селиться в любой части исторической эры из Исраэль не находится под вопросом, и, по крайней мере, так оно было зафиксировано в декларации Бальфора и в решениях Лиги наций, и даже в соглашениях между Израилем и Организацией освобождения Палестину. То есть к этой доктрине более-менее возвращаются. Второе. Урегулирование арабо-израильского конфликта по модели с палестинцами, прежде всего, палестинскими арабами, по модели два государства для двух народов, остается на повестке дня, но не является единственным и, может, даже не является лучшим. И третий подход, это то, чего Израиль добивался на протяжении многих-многих лет, по крайней мере, на протяжении последних 15 лет, это то, что примирение с палестинскими арабами не является условием урегулирования отношений с арабским миром. Что все должно происходить ровно наоборот. Сначала Лига арабских стран признает Израиль и заключает с Израилем пакетную сделку об урегулировании ближневосточной проблемы как таковой, создании системы коллективной безопасности Ближнего Востока, которой у них не получается без Иерусалима, они это понимают прекрасно, кибербезопасность, разведка, технологии противовоздушной обороны. Вы, наверное, слышали, что саудиты отказываются от американских патриотов и купили под другим названием израильский железный купол, что сайбер, кибербезопасность находится в руках израильских специалистов. Секрет Палишинеля, никто об этом не говорит вслух. Саудовская система, да, но это более-менее происходит. Да, и если, как говорят российские эксперты, опять-таки, по данным зарубежной прессы, как говорят российские эксперты в зарубежной прессе, если при этом саудовская система безопасности оказывается прозрачной для израильтян, то она оказывается прозрачной для израильтян. И это некоторая вполне нормальная цена для обеспечения безопасности против иранского давления С точки зрения саудитов. И уже в этом контексте, в этом пакете решать проблему самоопределения палестинских арабов. Вы прекрасно понимаете, что в Ромале от этого не в восторге. Они теряют релевантность как самостоятельный субъект процесса. И кроме того, их требования из минимальных становятся максимальными и по этому поводу будет достигнут компромисс. Американцы являются частью всей этой истории. Они готовы поддерживать Израиль в этом вопросе и суннитские страны поддерживать в этом вопросе. Но мы все находимся в капкане наших стереотипов и представлений. Мы все находимся в рамках всех тех слов, которые были произнесены когда-то, в прежние времена и продолжают произноситься сегодня. Что одним ходом, одним махом изменить сложившийся, остановить бегущий поезд быстро на всех парах, едущий поезд, чрезвычайно трудно. Ну что нам остается нам с вами делать, дамы и господа? Нам остается только приложить усилия, чтобы этот поезд не пошел под откос. Благодарю вас. Спасибо. Потому что как-то имен никто не знает. Вот в Египте появился Аль-Сиси, да? Понятно было. Вот там есть фигура, которая обсуждается. Это раз. И второй, вы что-то так упомянули вскользь про цензуру в Израиле. Думаю, журналистам будет интересно, в какой форме и как она проявляется. У вас дальше, да, микрофон? Дальше вам, Таня. Василиса Дзюба, направление телевидения. У меня такой вопрос. Как менялся имидж Трампа в сравнении с предвыборной кампанией и в настоящее время, в ближайшие конфликты с Сирией? Спасибо. Я отвечу на эти три вопроса, так сказать, чтобы не забыли. Именно в израильских СМИ. Что, простите? В израильских СМИ. В израильских СМИ. Окей. Это три разных вопроса, три разные темы, да, так сказать. Я попробую коротко ответить, отнестись к каждому. Первый вариант, то, что называется Сирия после Асада, да, тут мы говорим о двух, о трех возможных вариантах, да. Первый возможный вариант — это сохранение алавитского режима, то есть умеренных боосистов без Асада. То есть режим сохраняется, но этот парень, на руках у которого то, что там есть, и уничтожающий собственных граждан в товарных количествах, должен уйти. В какой-то момент даже взвешивалась идея о том, чтобы на переходный период, да, ставить его у власти. Но после этой вот истории с применением химического оружия стало понятно, что он становится нерелевантной персоной и для европейцев, и для американцев. Но израильтяне никогда не были в восторге от него. У нас тоже была дискуссия, поверьте, да, о том, а какова альтернатива. По крайней мере, это советский режим. По крайней мере, как там говорят, старый друг лучше новых двух, а это старый враг лучше новых бяг, да. Так вот, стало быть, скажем так, так вот, стало быть, многие говорили на эту тему, а еще граница между Израилем и Сирией самая спокойная. Израильский потенциал сдерживания посылает достаточные месседжи по ту сторону в Дамаск, чтобы они там не вмешивались. На мой взгляд, все это является сказками и мифологией. Мы все склонны, так сказать, журналисты, господа журналисты знают, да, мы все склонны создавать мифы и в них верить, да. На самом деле никакого мира между режимом Асада и Израилем не было. Сирийцы с нами воевали на других фронтах. В Южном Ливане поддерживают террористические структуры, никакого пиетета к тотально коррумпированному дамасскому режиму в израильтян не было. Поэтому какая бы ни была альтернатива сохранению Асадову власти, альтернативой лучше не считалось, но все были готовы это взвесить. В случае, если реализовались бы американские предложения России, те предложения, которые были высказаны еще до инаугурации Трампа, и, как утверждают, не исключено, что стоили должности поста так толком и не приступившего к своим обязанностям бывшего советника по национальной безопасности, да, что Москва и Вашингтон договариваются с Асадом или без него по поводу Асада, да, Иран, так сказать, выходит из игры, и, в общем, так сказать, тогда можно всю вот эту вот команду оставить там более-менее на переходный период. В Иерусалиме не возражают. Сегодня это не считается возможным вариантом развития событий. Асад не в игре, хотя остальные предложения Вашингтона и Москве в силе. Так вот, по этому поводу. Это, как бы, так сказать, первый момент. Второй момент, что вместо. Вместо, вы очень правильно перевели в качестве примера Египет. Египет устойчивая страна, устойчивое государство, базирующееся на устойчивой древней цивилизации. Кто бы там ни находился у власти, угрозы распада государства нет, да. Сирия является государством более-менее искусственным. Поэтому одной из альтернатив является его распад на вот те самые анклавы, семь или восемь, из которых она, как я говорил, была наскоро свинчена после Первой мировой войны. И мы, например, видим, что, как там, кто это говорил, Ануар Саддат, да, что на Ближнем Востоке в арабском мире есть только одно государство, Египет, остальное — это племена с флагами, да. Так вот, стало быть, вот пускай вот эти вот племена получат свои флаги, получат эти самые анклавы, и все будут там типа счастливы и довольны. Курды восстановят свою независимость, которую у них отобрали. В 2001 году было дали, не курды, простите, а друзы, да, которые было дали, а потом забрали, да, для создания вот этого дамасского государства, Сирии во главе с Дамаском, да. Вот, курды получат свою автономию, вопрос христиан будет решен. И где-то в этом контексте будет решен вопрос алавитов, да, и шиитов. Это некая более-менее вторая модель. Третья модель, ну, иракский вариант, no one's land, да. Теоретически есть федерация, есть правительство, есть там, ну, на самом деле под крышей вот этого самого правительства де-факто каждый более-менее делает там то, что он считает нужным. Понятно, что это все под жесткие некие внешние гарантии. Не лучший вариант, но какого-то другого варианта более-менее никто не придумал. Передать это все под аутсорсинг Ирану или радикальным исламистам тоже не очень хорошая ситуация. Это вот ровно тот случай, когда все говорят, у нас есть предложение, но у нас нет идей. То есть предложение — это то, что мы готовы взвесить. Идеи — это мы знаем, какой может быть результат. На сегодняшний день этот результат трудно прогнозируется. То, что касается вашего вопроса, связанного с израильской цензурой, в Израиле с 1948 года действует закон о чрезвычайном положении. Еще раз, подавляющее большинство израильтян, я думаю, более 90%, об этом факте не догадывается. То есть вот это чрезвычайное положение, оно не мешает гражданину страны жить, да, и не ущемляет никоим образом его личных и гражданских прав. В чем оно, да, работает? Вот в этой истории с публикацией информации иногда это осмысленно, иногда абсурдно. То есть все уже знают, да, но, так сказать, газеты и средства массовой коммуникации не должны публиковать эту информацию, если и должны, то со ссылкой на внешние источники. Ну и эта сфера, понятно, что, как бы, так сказать, главная задача — это не допустить публикации стратегически важной информации. На сегодняшний день сфера, которая регулируется цензурой, она сокращается постоянно, и, по сути дела, внутри осталась только цензура, то, что называется, сугубо военных сюжетов, да и те, так сказать, они могут быть там опубликованы и так далее, вплоть до деталей неких военных операций, что, да, более-менее происходит, это то, что, ну, скажем там, яркий пример, да, в свое время, в 90-е годы, в конце 90-х годов была попытка израильтян в очередной раз договориться с Асадом, Асадом старшим, покойным Асадом, да, и вроде бы даже договорились о том, что можно будет попробовать урегулировать конфликт по той же модели, по которой был заключен мир с Египтом. Мир в обмен на территории. Израиль уступает Голланы, а сирийцы подписывают договоренность, да. Асад, отец в конечном итоге отказался, ну, потому что он хотел не все, а все еще немножко, потому что все получили египтяне, а если египтяне получили все, и он получит все, то зачем же он ждал 20 лет, да, и, но, так сказать, окончательно все это было торпедировано в тот момент, когда израильский журналист ультралевой ориентации опубликовал информацию, которая была получена о переговорах, которые велись, да. Когда у этого журналиста спросили, ты, парень, вообще что, ты против мира с Сирией? Он говорит, я рос с этой мечтой, я мечтаю об этом, да, зачем же ты это опубликовал, сорвал сделку? Я журналист, это моя работа. И в этом смысле мы можем говорить о том, что израильская военная цензура и цензура вообще, она весьма ограничена, скажем так, в каком-то смысле у прессы существенно больше прав, чем во многих стран, где формальной этой цензуры нет. Ваш вопрос, который был связан с имиджем Трампа, да, с имиджем Трампа, когда задают вопрос, что в Израиле думают, правильный ответ в каком Израиле? Израильтяне думают разное, да, так сказать. У Трампа мнение по поводу Дональда Трампа в израильском обществе было такое же размежевание, как и в Соединенных Штатах. Израильские левые, то, что называется леволиберальный лагерь, он, понятно, симпатизировал Хиллари Клинтон, израильский консервативный и правый лагерь симпатизировал Дональду Трампу. Другое дело, это понятно, да, учитывая, что после интифады Алякса, то есть после витка террора, волны террора начала 2000-х, который более-менее закончился к 2003 году, да, вот, израильское общество поправило сильно. И в отличие, например, от американских евреев, где 70% из которых демократы, либералы, да, а в Соединенных Штатах, а в Израиле подавляющее большинство, ну, скажем так, процентов 60-70 евреев-израильтян, они их бы в Америке назвали республиканцами. Так вот, стало быть, если мы вернемся к этому, это сопоставимо, там, 5 миллионов евреев с половиной в США, примерно 5 с половиной, там, около 6 в Израиле, да, так вот, стало быть, я бы сказал так, что по-настоящему размежевание по поводу Трампа, оно как раз в правом лагере. Левый, так сказать, думает, что он думает, так и думал, и в газетах, которые контролируются этим лагерем, ничего не произошло, они просто ловят каких-то блох, говорят, о, мы же предупреждали, вот он такой и сякой, и вот это вот глупости, вот это вот глупости, вот так не получится, и вот всяк не получится, но никакой особой новизны в отношении к нему, там не наблюдается. Интереснее, что происходит вот в этом израильском, умеренно правом и право-консервативном лагере, а там как раз размежевание между, как сказать, романтическими трампистами и прагматическими трампистами, да, романтические трамписты думали, что вот он победил, и сейчас наступит благодать. посольство тут же перенесут в Иерусалим американское из Тель-Авива тут же, так сказать, закроют дезавуируют договор с Ираном закроют тему палестинского государства и так далее, и так далее и так далее, и так далее поскольку это не происходит Трамп говорит, ребята, я вас так люблю я вас так люблю, слушайте, вы мои давайте попробуем другие опции по большому счету занимайтесь сами договоритесь как-нибудь с ними с Ромалой, since you are happy, I am happy вы будете довольны, я буду доволен а пока давайте не будем делать резкие движения с точки зрения романтических трампистов они что-то не говорят по его поводу и нарушил слово и нельзя верить предвыборным обещаниям с другой стороны, кто из нас верит предвыборным обещаниям, правда, дамы и господа но они на то и предвыборные так вот, стало быть, ну, надо сказать, что опять-таки, к чести Обамы и Трампа они свои обещания выполняли к лучшему, к худшему, второй вопрос так вот, стало быть да, так вот по этому поводу есть довольно много всего не в прессе контролируемой нет такого в Израиле, такого понятия но на той части площади СМИ который представляется представителем вот этого самого прагматически правого консервативного лагеря там, в общем, более-менее мнение такое если суммировать одной фразой он парень серьезный к его словам нужно относиться серьезно он сделает то, что обещал и загонять его в угол и делать резкие движения не стоит, нужно сначала согласовать позиции и попробовать договориться вот я бы сказал, что вот эти вот позиции антитрампизм, романтический трампизм и прагматический трампизм это примерно треть-треть-треть спасибо большое пожалуйста первый вопрос почему известно, что Аль Носра и другие группы и ДАЕШ получили оружие от американцев в Сирии чтобы воевать против Башара Лассад но американцев их помогает в Ираке в Мусуль но как это как вы думаете это помогает это помогает решить вопрос в регионе еще второй вопрос израильский правительство продолжает до сих пор строить домов в палестинской территории да и несмотря на то что ООН против ну это как вы думаете почему до сих пор это продолжает как вы думаете спасибо спасибо вам спасибо за оба вопроса первое вы информированы намного лучше меня я не информирован о том что Соединенные Штаты передают оружие исламскому государству мы конечно слышим там и здесь разговоры на эту тему в основном это пиар кампейн который ведут в Дамаске и в Тегеране скажем так у меня нет оснований утверждать что это правда я думаю что скорее правда скорее обратная другое дело является фактом что Соединенные Штаты да поддерживали определенные группы оппозиции исламская оппозиция а другой нет то есть вопрос стоял такой либо вы поддерживаете какие-то группы которые выступают против Асада считаете что они являются умеренной исламской оппозицией и поэтому с ними можно иметь дело и благодаря тому что вы имеете с ним дело вы можете так их нормализовать да это лучше чем там вообще более-менее не вмешиваться есть такая точка зрения и среди сторонников Трампа да что вот например атаковать было не нужно вот сейчас это операция возмездия да все что максимум что Америка может или должна делать это поддерживать вооружением и информацией слабую сторону да вот ту часть антиасадовская оппозиция с которой там в перспективе можно будет иметь дело что касается поэтому я не могу ответить на вопрос почему американцы поддерживают даешь да мне кажется что это вопрос из серии когда вы утром перестали пить коньяк значит второй вопрос ваш по поводу продолжения израильского строительства на оккупированных палестинских территориях в этой фразе на мой взгляд уважаемый коллега правильно только одно слово строительство да остальные слова палестинские оккупированные неправильные это с моей точки зрения да эти территории не являются оккупированными они являются спорными с точки зрения того самого международного права на который ссылается в оон да так сказать если вы уважаемый коллегам не объясните территорию какого государства оккупирует израиль то ли палестинского никогда не существовавшего в природе то ли иордании которая отказалась от юридической связи с западным берегом последние еще 30 лет назад тогда может быть я попробую вам ответить на этот вопрос что же касается если снять тему суверенитета как я говорил и говорить о теме право на строительство то это право евреев селиться во всей части западной эры от Исраэль не ставилось под вопросом никакими международными документами благодарю вас я же тоже хотел еще вопрос в завершении чтобы все-таки на теме средств массовой информации мы завершили поскольку вы много работаете с русскоязычными эсмеи в Израиле их там достаточно много но они очень пестрые а вот русскоязычные эсмеи имеют там какую-то свою особенность они отличаются по своей тональности профессиональности от того что делают те эсмеи которые работают на еврите на арабском на английском СМИ делают люди со своими достоинствами и недостатками со своим бэкграундом как мы говорим со своей базой образованием и опытом поэтому в 90-е годы израильские русскоязычные СМИ напоминали советские СМИ эпохи пика перестройки то есть тогда когда большая часть журналистов перебралась в Израиль которые эти СМИ сегодня делают сначала печатные потом электронные сначала радио телевидения а потом а теперь уже интернет в нулевые годы и особенно сегодня мы являемся результатом израильские русскоязычные СМИ на мой взгляд является результатом с одной стороны израилизации то есть туда переходят нормы и стандарты из ивритской прессы которые в свою очередь усвоили их из американской прессы и с другой стороны так сказать то что называется глобализацией так сказать тот факт что израильские русскоязычные СМИ чем дальше тем больше перестают быть только израильскими а становится русскоязычной прессой Израиля число потребителей которые за рубежом не меньше чем в самом Израиле судя по всему ну по крайней мере скажем последние исследования которые мы сделали на этот счет показывают что там условно говоря 9 канал мы о нем говорили у него примерно так сказать там где-то 400 тысяч постоянных ядерная аудитория первая кнопка 400 тысяч в самом Израиле примерно столько же за границей так вот из тех которые первая кнопка не вообще первая там живущие в Германии в США где-то а вот те которые хотели бы узнать израильские новости или послушать а не прочитать вот у них для них это девятка так сказать кнопка или какая-то еще сейчас появился Айленд и все прочее и в этом смысле те требования и стандарты которые предъявляются они в общем реализуются ну например долгоговорящие головы они уступают эфир этим самым флэшам информационным включением коротким комментариям и так далее и тому подобное я должен покаяться и сказать что несмотря на то что мне дают много времени я может быть не соответствую этим новым ожиданиям потому что я не умею говорить коротко как вы наверное заметили и писать коротко я тоже не умею но пока большая часть израильских русскоязычных и не только русскоязычных СМИ с этим мирятся Спасибо Я думаю Я благодарю вас и думаю что вообще тема не только Ближнего Востока конкретно Израиля крайне интересна хотя бы в том аспекте о котором вы тоже упоминали думаю у нас будут поводы еще встретиться потому что это и для медиа и для вообще мировой индустрии очень важно скажем стартап индустрии в Израиле это особая тема это особая песня я думаю это то что заинтересует очень многие еще наших коллег с других факультетов и институтов Спасибо спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры